В парке технических видов спорта прошёл МОЗ Автофест. Несмотря на название, он посвящён не только, да и не столько автомобилям как таковым, сколько инновациям и высоким технологиям. Впрочем, и любители автотранспорта вряд ли ушли разочарованными. Тут можно было увидеть и олтаймеры, и вездеходы, и дрэкстеры с моторами в несколько тысяч лошадиных сил, и более привычные кольцевые гоночные машины. Причём последние в боевом режиме на трассе. На старт выходил даже известный российский пилот Михаил Алёшин. Впрочем, сегодня для Михаила не менее важен проект нового гоночного прототипа BR03, который он возглавляет. По своим характеристикам эта машина 450 лошадиных сил и 750 кг веса. И это будет самый быстрый гоночный класс в чемпионате России, причём с большим запасом. Однако гонки — это не только спортивный азарт, но и неплохой способ подготовки молодых специалистов. Отличное тому подтверждение — международный проект «Формула Студент». В рамках МОЗ Автофеста прошли состязания команд, принимающих в нём участие. «Это студенческие инженерно-гоночные соревнования, где студенты полностью разрабатывают, проектируют и собирают, изготавливают готовый гоночный автомобиль. Также они защищают бизнес-план, защищают защиту конструкции, то есть, почему сделали так, а почему не иначе. И кост-репорт — это отчёт о себестоимости». Сами гонки — это, конечно, увлекательная, но не самая важная часть работы. Смысл «Формулы Студент» — научить ребят продумывать и реализовывать сложные технические проекты. «У ребят должно сформироваться полное понимание, что они делают, для чего они делают. Ребята также ищут спонсоров, общаются с различными партнёрами для изготовления тех или иных элементов». «Это гоночный электромотоцикл, собранный ребятами из Московского политеха, который установил абсолютный рекорд в своём классе, разогнавшись до 210 километров в час на льду. Но то спорт высоких достижений. В реальной жизни нужна другая техника. Например, мотоцикл, который сейчас практически не видно, он окружён публикой. На самом деле это не серийная модель, это один из первых прототипов». «Мы делаем упор на дизайн и прототипирование каких-либо решений транспортных. Это прототип, демонстрационный образец для того, чтобы показать, что мы можем». «Технические характеристики прототипа обычны для такого транспорта. Постоянная мощность 3 кВт, максимальная 6 кВт. Запас хода около 150 км. В основе лежит шасси китайского электробайка. Но тут важно не содержание, а форма. Все пластиковые элементы создавались с использованием современных технологий». «Мы сделали фотограмметрию, то есть используя фотоаппарат, сделали с разных сторон 3D-модель, то есть объединили фотки, сделали 3D-модель. Эту 3D-модель использовали для того, чтобы получить примерные габариты того, на основе чего мы хотим спроектировать дизайн. Тогда уже мы сделали, собственно, 3D-модель и распечатали авбез». В целом, МОЗ Автофест показывает, что людей, которые любят технику и готовы посвятить ей жизнь в нашей стране предостаточно. А значит, будет и развитие, и технологии, и та самая техника.